Несколько дней назад, а именно 11 апреля 2024 года, вышла долгожданная экранизация вселенной Фоллаута. Само собой, я, как фанат игр серии, посмотрела сериал «За ночь», как говорится, на одном дыхании, и поскольку, на мой взгляд, пациент скорее жив, чем мёртв, спешу поделиться с вами тем, что же вас всё-таки в нём может заинтересовать. И да, безусловно, картину есть за что ругать, начиная с качества антуража и стоптанных сюжетных тропов, заканчивая ошибкой с датой разрушения Шейди Сэнс. Однако на этом, в общем-то, всё, поэтому открывайте себе бутылочку ядер колы, усаживайтесь поудобнее и давайте поговорим о хорошем. Сериал просто прекрасен. Об этом говорят как хорошие оценки зрителей, рейтинг на кинопоиске составил 8,1, так и резко взлетевший онлайн большинства игр серии. Да-да, снова магия Тодда Говарда. При этом, в отличие от того же Думы и последних сезонов Ведьмака, Фоллаут не выезжает на одном лишь фансервисе, который здесь, кстати, есть, и его немало, но он не навязчивый от слова совсем. Оружие, медикаменты, довоенная еда мелькают в кадре не так уж часто, и всё же их достаточно для того, чтобы вызвать столь приятную ностальгию по игре. Стоит также отметить, что музыка, образы героев и локации тут есть практически из всех частей вселенной, и все они очень органично переплетены между собой и встроены в сам сериал. Само же шоу основано на нескольких сюжетных линиях, герои которых хороши сами по себе. И каждая из них прекрасно вписывается в мир игры. Точно так же, как и игроки в своем путешествии по просторам пустоши, они встречаются с реальностью и постепенно понимают, что всё в мире устроено несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. И в конечном итоге, какой бы выбор ни сделал для себя выходец из убежища, на этот раз в лице очаровательной Эллы Пёрнул, ему предстоит понять, что хотя облик мира изменился, но вот его содержание на самом деле не капельки. Немногие выжившие всё так же не могут договориться между собой, и потому по пятам за ними следует война, которая, как известно, никогда не меняется. В этом дивном новом мире остаётся либо жить, руководствуясь золотым правилом убежища и смотреть, к чему это приведёт, либо адаптироваться к суровой реальности, принимая законы пустоши. В остальных героях сериала также отражена эта метаморфоза, однако скорее в обратную сторону. И, что наиболее ценно, сюжетные повороты заставляют их развиваться наиболее очевидным образом именно для фанатов игры. Собственно, я веду к тому, что впечатлило меня в сериале больше всего, и в какой-то мере скорее как игрока, нежели как зрителя. Путь всех, без исключения персонажей, включая второстепенных, как нельзя лучше вписывается в геймплейный цикл последних частей игр серии. Они по-разному, но чаще всего канонично взаимодействуют с окружением. Принимают стимуляторы, находясь на волосок от смерти, собирают хлам, используют в реальной кинематографичной жизни навыки разных веток системы спешл, едят в лучшем случае 200-летние фаршированные яйца Чанкс, и, конечно же, после всего этого нуждаются разве что в антиродине. Но есть здесь место и для отхождения от первоисточника. Однако сделаны они довольно аккуратно. К примеру, Братство Стали взяло в себя многое от сектантов культа Малерота и стало более религиозной организацией, что, на мой взгляд, пошло ему на пользу. Да и уж больно сияющие доспехи были у рыцарей. А кто их чистит, непонятно. Теперь, к слову, ответ есть. Сквайры, или своеобразная сатира на использование игроками компаньонов как живого инвентаря от разработчиков. Также добавили лекарства, позволяющие голям не терять рассудок, что, в общем-то, дает нам объяснение того, почему некоторые становятся дикими, а другим удается устоять. После просмотра сериала остается ощущение, как будто бы ты посмотрел крутое постановочное прохождение новой части игры. И это вдохновляет. Хочется присоединиться к героям, выбраться из убежища, вооружиться самодельным карабином и, черт возьми, перевернуть пустошь вверх дном, сбаламутить всю двухсотлетнюю пыль на ее просторах. Причем не столько ради того, чтобы найти своего отца, сына, смотрительницу, выберите подходящий вариант, сколько ради удовольствия от процесса. Ради интересных диалогов, встреч с забавными роботами, крутых видов и многого-многого другого. В частности, как насчет псины, пусть даже и не той самой. Кто бы что ни говорил, но когда она оказалась на заправке «Красная ракета», мое сердце выпрыгнуло из груди и убежало в Fallout 4, чтобы снова в первый раз, в этот раз, в сотый раз, встретить ее там. Для меня на этом можно было бы остановиться. Но, к счастью для всех нас, это еще совсем не конец. В заключение хочу добавить, что события сериала считаются каноном и хронологически происходят после всех вышедших игр, а значит, неизбежно повлияют на Fallout 5. Хотя, скорее всего, не напрямую, потому что проект оказался довольно успешным, а значит, скорее всего, его продлят на второй сезон. И да, пусть я не знаю, за что любите Fallout именно вы, но почему-то мне кажется, что в сериале это найдется. Потому от всей души рекомендую Fallout к просмотру и пока что прощаюсь с вами. Огромное спасибо за внимание и до встречи в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok